как создать сайт который будет продавать этот вопрос часто мне задают клиенты буквально недавно на днях мой друг Дмитрий спросил меня как создать сайт который не надо будет переделывать или часто также спрашивают вопрос как создать сайт который уже будет оптимизирован под SEO непосредственно для продвижения хороший вопрос вот эти вопросы это часто задаваемые от наших клиентов от моих друзей и я вам скажу уже имея 11-летний опыт в этой сфере непосредственно в онлайн продвижение продажах мы не раз проходили этот проект от а до я когда мы создавали поднимали наполняли и непосредственно продвигали проекты в том числе это и с нашими сайтами с клиентскими сайтами также много анализировал успешные сайты в топ-10 это конкуренты моих клиентов и сформулировал свой чек-лист процесса создания сайтов и непосредственно продвижения и монетизации да то есть продаж на сайте при этом я сформулировал также огромный список ошибок которые допускают при создании сайтов и в этом видео я хочу с вами поделиться моим чек-листом как необходимо сегодня создавать сайты кто меня не знает меня зовут у литовский анатолий я директор и основатель компании все квик прежде чем перейти к основному вопросу у меня вопрос к тебе сколько ты заплатил за создание своего сайта напиши в комментарии название своего сайта только без https просто название домена можешь рядом написать там com.ru com.ua потому что youtube отправляет в спам именно когда идет прямая ссылка на сайт и рядом напиши сколько ты заплатил за создание этого сайта и может дополнительно указать сколько ты уже отдал за его наполнение я думаю тем кто будет смотреть это видео будет интересно непосредственно сколько примерно стоят такие проекты и в том числе я также проанализирую и подскажу тебе заплатил ли ты много или это нормальная цена за создание такого проекта обязательно прокомментирую и в этом видео ты узнаешь сколько я заплатил за создание своего сайта seo quick и непосредственно его наполнение ну а мы переходим к основному вопросу прежде чем создавать какой-либо проект или сайт непосредственно лучше проанализировать твоих конкурентов и успешные проекты которые уже существует сегодня на рынке самая большая ошибка тех которые говорят программистам я хочу точно такой проект приходит в студию говорят вот вот такой сайт я хочу сделать и мне точно такой же это большая утопия вы наверное любимые клиенты у программистов потому что нет полного задания нет детального технического описания что вы хотите увидеть и они вам создают какую-то ерунду которую можно будет потом переделать много раз и вы будете постоянно платить за эти переделки потому что скопировать какой-то другой проект это практически невозможно и при этом даже если кто-то вам его полноценно скопирует результаты вы от этого не получите потому что этот проект существует прежде чем создавать сайт необходимо проанализировать действительно успешные проекты подчеркнуть их сильные стороны слабые стороны и после этого сформулировать что вы можете нового уникального предложить потому что если вы будете предлагать то что уже сегодня есть на рынке вы такой проект не продвинете он не будет интересен необходимо создавать что-то новое что-то интересное хочется чего-то нового поэтому для начала лучше составить семантическое ядро то есть это список поисковых ключей разбить по страницам сайта и отсюда сформулировать техническое задание на создание вашего проекта то есть провести аудит юзабилити ваших конкурентов посмотреть что у них действительно какая-то сильная сторона которую вы наверно не сможете там скопировать где у них слабая сторона это действительно ваша сильная соответственно сторона и создать что-то новое уникальное да не копируйте ни в коем случае создавайте новый продукт новые делайте какое-то другое наполнение более уникальное более правильно более современное и это залог к успеху после того как вы составили семантическое ядро уже примерно формулируете план вы понимаете что необходимо делать дальше передайте это техническое задание копирайтерам чтобы они написали тексты под страницы вашего сайта и тут большая утопия что многие сразу говорят программистам необходимо создавайте вот у меня семантическое ядро или там дизайнеры начинают рисовать этот проект но я вам скажу когда текст пишется после того как дизайнер сделал непосредственно сам дизайн и программист все это внедрил текст заливается неуклюже некрасиво такой проект не продвинется текст надо писать изначально то есть у вас есть семантическое ядро под него уже напишите непосредственно тексты это чистая правда кто должен писать тексты то есть это должны писать специалисты которые во-первых умеют писать а во-вторых которые хорошо знают вашу тематику если специалист не знает вашу тематику он не напишет классный текст примеру по seo и я могу написать много классных текстов вы можете проверить все тексты на сайте частично там николай мы непосредственно пишем самостоятельно потому что мы знаем наш топик если непосредственно вы поручите копирайтеру который там действительно долго пишет но он не знает вашу тематику поверьте он не напишет классный текст скорее всего это утопит проект лучше найти специалиста которые знают эту тематику либо попробовать самостоятельно писать допустим мы когда практикуем молодых специалистов чтобы они классно писали мы просим их писать там на каком-то бесплатном блоге blogspot ворк пресс оттачивать свое искусство мастерство после этого уже непосредственно писать тексты для сайта это в том ситуации если вы не нашли хорошего копирайтера написали тексты после этого все это необходимо дать дизайнеру потому что когда у дизайнера есть техническое задание под поисковые ключи непосредственно когда есть тексты которые необходимо залить интегрируя структуру сайта они прорисовывают какой-то уникальный классный дизайн тут большая утопия тех которые начинают покупать какие-то дешевые шаблоны или еще бесплатные находят это не работает это не работает потому что бесплатный шаблон или какой-то там дешевый шаблон их как правило там продали сотни тысяч других людей то есть у вас похоже проект на других это не интересно мне не интересно поисковик это не продвинет людям это не будет интересно непосредственно заходить на такие шаблоны сайты лучше найти дизайнера который действительно хорошо умеет рисовать который имеет большой опыт который нарисовал не один уже проект то есть не мы не мелочитесь тут лучше заплатить хорошему дизайнеру и под ваше техническое задание с вашими непосредственно написанными текстами он должен нарисовать дизайн и psd форматы этого дизайна можно передать верстальщику корректируйте дизайнера в процессе работы бывают что первичный вариант какой-то неудачный они часто бывают со второго третьего раза пишут что-то получше и поинтереснее все получили вы дизайн вот эти исходники непосредственно уже давайте верстальщику чтобы он внедрял на сайт и программисту который будет непосредственно там все это уже оптимизировать здесь важно найти программиста во-первых которые имеют опыт то есть тоже не пытайтесь найти дешево там от 100 долларов 200 долларов за создание проекта я вам скажу это не работает уже много проектов было похоронено из-за того что кто-то экономил на программистах некоторые вообще пытались сами создать читали инструкции появились на то что это можно сделать самим какие-то конструкторы на самом-то деле лучше концентрируйтесь на своем направлении то есть если вы хорошо знаете продажи или какой-то консалтинг свои услуги не пытайтесь быть еще хорошим программистом люди по 5 по 10 лет тратят в этом направлении изучают новинки и непосредственно они делают что-то классно я программист разработчик с пятилетним стажем то есть лучше заплатить кому-то хорошему программисту где его найти это либо биржа фриланса Upwork программисты которые работают на западный сегмент они делают это лучше всего у них ценник там от 15-20 долларов за час работы но поверьте это действительно стоит того то есть это будет классный проект который можно будет потом монетизировать и продавать то есть армия слабых программистов которые не смогут вам ничего толком сделать они сдают слабые проекты не оптимизированные которые действительно потом сложно продвигать и вообще получать с них какие-то результаты мой совет вам не экономьте на программистов лучше найдите тех которые действительно умеют которые имеют опыт при этом программисты часто спрашивают на каком CMS вам создать или некоторые все предлагают на самописи ни в коем случае никаких самописов это не работает тот программист который создал сайт на самописи он только его и знает любому другому это он там голову сломает он просто ему проще будет создать это все с нуля лучше выбрать какой-то известный непосредственно движок как ворпресс к примеру потому что практически все новинки они выходят изначально для ворпресса потом они уже появляются для каких-то других движков для самописов это все надо самим делать это практически не реально то есть тут лучше лучше не пытаться допустим тот же facebook он использует ворпресс sony playstation использует ворпресс то есть это даже крупные бренды пользуются этим движком почему потому что действительно он удобный мобильный и к примеру если вы не сработали с каким-то программистом программисты которые знают ворпресс поверьте их очень много мы вели пару раз каких-то движков там причем клиенты три года платили каким-то программистам и при этом толком не создали на каких-то неизвестных движках и была большая проблема найти каких-то других программистов эти проекты утонули они не сработали потому что экономили на программистов не делайте это найдите хороших программистов и выберите какой-то действительно известный движок cms сайта который будет непосредственно именно под ваш проект после того как вы создали переходите к дополнительным страницам или наполнению самого сайта да то есть это те же основные страницы google 1 августа 2018 года он вел этот медицинский апдейт который просто обрушил множество сайтов основном пострадала медицинская тематика финансовая бизнес то есть это сайты которые предлагали услугу ваши деньги ваша жизнь непосредственно когда они пытались что-то продать и заработать денег и это все преподносилось под таким углом что если вы не заплатите вам будет хуже да то есть наши продукты вам помогут на самом-то деле пострадали не только эти сайты пострадало множество других сайтов в основном из-за чего из-за того что нету вот этих вспомогательных страниц к примеру зайдите на наш сайт у нас есть страница о нас да там множество фотографий наших фотографии нашей команды есть информация нашей компании для чего мы сделали эту страницу люди они не любят работать с привидениями да то есть они любят реальных людей которые действительно они видят поэтому мы и снимаем допустим видео мы делаем наши фотографии чтобы вы знали что мы действительно существующая компания у нас есть опыт в этой сфере мы непосредственно живые люди те кто создают страницу о нас и заполняют какую-то общую информацию которая не соответствует действительности или она просто настолько банальная люди просто не доверяет и в том числе не доверяет и поисковик и наказывает такие сайты их тоже не продвигает дальше вот допустим для каждого сайта практически важно сегодня иметь блог блогов в интернете уже больше миллиарда то есть их там огромное количество те сайты которые не ведут блоги они практически не продвигаются потому что чтобы вы знали да есть там 5 воронок продаж и блог это охватывает первые три воронки продаж это информирование ознакомление сравнения те кто нацеливается только непосредственно на продажу и лояльность то есть это повторная покупка или рекомендация они как правило проваливаются почему потому что люди прежде чем заказать какой-либо товар или услуга они долго думают да то есть они могут думать там три месяца непосредственно чтобы заказать они должны повстречать ваш проект ну хотя бы 7 раз то есть это где-то такая средняя цифра то есть если они видели ваш блог они читали ваши статьи если они видели какие-то ваши видео да вот как делаем мы на youtube канале вероятность что они именно купят у вас она сильно увеличивается я согласен а если вы просто пытаетесь только продать товар и не предлагает ничего интересного взамен это не работает или работает слабо то есть снижается продажи где-то на 60 70 процентов там по статистике многих компаний поэтому многие крупные бренды они ведут свои блоги они раскладывают информацию они помогают и можно подключать допустим контекстную рекламу ремаркетинг чтобы подхватывать тех которые один раз встречали ваш сайт чтобы потом еще семь раз им появились они непосредственно заплатили за ваш товар или услугу для коммерческих страниц не пытайтесь что-то усложнять сделайте просто многие маркетологи многие владельцы сайтов они делают какую-то сложную структуру но вставляют много модулей возьмите другие сайты apple samsung может сайтов у них самый простой дизайн то есть вы зашли вы видите непосредственно какой-то один товар на целом экране почему потому что людям не надо эта сложность у них сотни тысяч других товаров но они непосредственно показывают один потому что люди не любят когда им пытается продать все и сразу и в одном месте не накидывайте много модулей сделать какую-то граммную структуру непосредственно главное каталог товары и пытайтесь чтобы это было все просто потому что те сайты которые простые они сегодня продают те которые усложненные которые пытаются там вставить много ненужных модулей они не продают они проваливаются и даже не продвигаются также важно делать какие-то дополнительные страницы к примеру вот у нас в блоге вы можете увидеть автора статьи и перейти почитать его биографию почему потому что тот же медицинский апдейт непосредственно потребовал уже показывать реальные лица кто писал эти статьи это если вы если вы будете там наполнять блог дату публикации то есть это важные моменты быть максимально откровенным с вашим клиентом страницу контакты тоже там обязательно поставьте карту даже если вы продаете в интернете но знаете когда есть физический адрес это все-таки больше вызывает доверие непосредственно клиента что вы живые настоящие есть телефон и физический адрес обязательно зарегистрируйтесь в google мой бизнес в яндекс справочнике это все помогает непосредственно именно продвигать проект и продавать если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии обязательно задавайте на множество вопросов на все ваши вопросы я обязательно дам ответ и в конце как и обещал скажу сколько стоило нам создание нашего сайта за сайте quick мы заплатили тысячу долларов но непосредственно уже за наполнение за обновление сумма выросла многократно я даже не знаю какая там сумма уже на на больше 30 тысяч и если еще учесть сколько времени мы туда потратили нашего времени то есть вы сами знаете что время это деньги то есть непосредственно ориентируйтесь то что если вы создаете какой-то скелет вы все равно потом будете еще много раз платить за программирование внедрять какие-то новые модули что-то менять потому что никто изначально не знает как будет она выглядеть в итоге потому что сайт это постоянное улучшение вот возьмите там ваш мобильный телефон то есть было nokia и постоянно после nokia появлялись какие-то более лучшие модели более совершенные сегодня даже версию iphone там кто раз в год кто раз два года обновляет или samsung почему потому что технологии не стоят на месте появляются новые проекты и готовьтесь к тому что сайт надо будет постоянно вкладывать добавлять что-то новое интересное потому что конкуренты ваши дремать не будут они будут также вкладывать свои проекты и непосредственно их продвигает и чтобы держать руку на пульсе обязательно тоже изучайте новинки внедряйте именно для вашего сайта в конце я вам хочу рассказать мой совет о том что откладывайте 20 процентов от вашей прибыли каждый месяц потому что жизнь непредсказуемо непонятно что будет завтра да это жестко будущее возможно там какая-то болезнь придет не дай бог или будут какие-то проблемы потому что даже вот крупные компании такие как apple и множество других у них тоже бывали черные дни когда все не шло так гладко и были какие-то падения что им помогало это непосредственно какой-то огромный запас резерв который мог помочь и многие крупные бизнесмены они как правило держат денег который хватит там на целый год да то есть не зарабатывать целый год и непосредственно эту сумму вложить на какие-нибудь черные дни поэтому у меня предложение к вам сохраните какую-то часть вашей зарплаты прибыли дохода то есть где-то 20 процентов даже если вы планируете там будущем намного больше зарабатывать все равно поверьте эти деньги вам пригодятся ну и до новых встреч